В городах Центральной России начали включать отопление. В Центральной России постепенно начинают включать отопление. В Москве, Брянске, Казани процесс уже пошел. Тем временем в некоторых регионах пока еще только ждут тепла. В частности, на Урале. В Екатеринбурге пришлось закрыть гимназию до запуска отопления. Предугадать, когда включат отопление, в России невозможно. Это зависит не от погоды, а от обстоятельств теплоснабжающих компаний. Фото, Калдинова, Айсток. Как правило, обогревать квартиры и здания начинают, если среднесуточная температура воздуха не поднимается выше отметки в 8 градусов тепла в течение 5 дней. Минус. Депутат. Самое ужасное в нашей системе ЖКХ это оплата по нормативам. В других же странах ситуация отличается. В большинстве из них, включая Китай, Европу, США, распространены индивидуальные системы отопления, говорит Кирилл Сиволапов, руководитель отделения управления недвижимостью факультета рыночных технологий Ранхикс. И жильцы могут дать себе тепло практически в любое время. Все решают деньги. У нас решает местная власть. По погоде. В этом году она заставила дать тепло в некоторые регионы раньше обычного. Отопление в России централизованное, напоминает Мария Летинецкая, управляющий партнер компании Метриум. Автономные котельные в России скорее исключение из правил, вынужденная мера, когда нет возможности подключить дом к городским инженерным сетям. Даже в элитном классе недвижимости. Как правило, обогревать квартиры начинают, если среднесуточная температура воздуха не поднимается выше 8 градусов тепла в течение 5 дней. Но к зависимости от центрального отопления добавляются трудности теплоснабжающих организаций. Именно из-за них чаще всего люди получают тепло позже. Проблема в том, что осенью в России крупные теплоснабжающие организации попросту не успевают включить отопление. Технологически они оказываются не готовыми подать тепло. Это не позволяет состояния труб и котельных, рассказал эксперт научно-образовательного центра федеральных и региональных программ высшей школы газуправления Ранхикс и Гайкокен. Глава Минстроя России Владимир Якушев ранее тоже отмечал, что среди основных проблем при прохождении прошлых отопительных периодов некорректное предоставление информации регионами о состоянии инфраструктуры и жилищного фонда, что не позволяет своевременно избежать проблемных ситуаций. Минус. На Ямале стартовал отопительный сезон, зима вновь на подходе, но почти ничего не изменилось. Помимо нехватки топлива существует и другая острая проблема оборудования большинства котельных в регионе практически полностью изношена. И хотя существует программа модернизации ЖКХ области, выполняется она с трудом. На обновление объектов в ЯАА в 2015-2021 годах было запланировано потратить около 2,5 миллиарда рублей. Из них более полутора миллиардов деньги областного бюджета, 180 миллионов федерального. Около 11 миллионов должны вложить муниципалитеты, а все остальное в небюджетные источники. С начала действия программы прошло 4 с лишним года, но не сделано даже половина запланированного. Основная часть средств уходит на латание дыр. К примеру, котельная в Теплоозерске дышит на Ладан, но пока получилось отремонтировать лишь один котел. Нет денег, чтобы сдать котельную в селе Ленинском Долгострой, которому больше десятка лет. Список можно продолжать. Муниципалитеты просят помощи у региона, тот, в свою очередь, у федерального центра. Федеральные средства, которые помогут частично решить накопившиеся проблемы, придут в регион на этой неделе. Однако проблема не решится без снижения тарифов на теплоэнергию и строительства новых объектов ЖКХ. Подготовила Юлия Гарднер, Биробиджан. Экономика ЖКХ, Правительство Минстрой, Филиалы РГ, Столица Филиалы РГ, Центральная Россия, Филиалы РГ, Волга Кама, Филиалы РГ, Урал и Западная Сибирь, Филиалы РГ, Дальний Восток, ЦФО Москва, ЦФО Брянская область, Брянск, ПФО Татарстан, Казань, Урфа, Свердловская область, Екатеринбург, ТФО Еврейская АО, Отопительный сезон в России. Субтитры создавал DimaTorzok